Платон Давным-давно древнегореческий философ Платон рассказал миру об Атлантиде, в городе-государстве, погрузившемся в пучины океана вместе с островом, на котором он стоял. У нас есть своя Атлантида. За этими площадями и улицами, за той жизнью, которая сейчас вокруг нас скрывается наша история, пласты столетий, и об этой истории мы и собираемся рассказывать вам в цикле передач, который называется «Русская Атлантида». Величественном иконостасе Успенского кафедрального собора города Иваново помещена икона святителей Чудотворца Николая. Находится она здесь совсем не случайно. Святитель Николай широко почитался в Иваново-Вознесенске, как и везде в России. Ему были в Иваново-Вознесенске посвящены семь улиц. Об этих улицах и о почитании святителя Николая в нашем городе мы и поговорим с вами сегодня. На протяжении многих веков здесь, на этом месте, возвышался величественный храм в честь воздвижения креста Господня. Сначала он был деревянный, потом каменный, и в этом храме были пределы в честь апостола-евангелиста Иоанна Богослова и святителей Чудотворца Николая. Престол в честь святителей Чудотворца Николая известен здесь как минимум с 1667 года. И он существовал здесь до того момента, когда храм и весь этот комплекс был разрушен в 30-е годы 20-го века. Из семи Ивановских улиц, носивших имя святителя Николая, самая старая та, на которой сейчас мы с вами находимся. Она стала Никольской как минимум в 18-м столетии. В советские годы эту улицу переименовали и назвали театральной. Когда-то здесь, на месте, где находилась деревня Иконникова, начали добывать глину. От этой добычи глины осталось много ям, поэтому вся местность получила название ямы. К началу 20-го столетия здесь сформировался обширный поселок, общее население которого насчитывало 30 тысяч человек. К 1899 году здесь сложилась улица Никольская. В 1927 году ее объединили с третьим Ушаковским переулком и назвали Международной. В конце 19-го столетия пустошь Фарянькова принадлежала фабрикантам Горелину. К 1905 году здесь начал отстраиваться поселок, а в 1915 году появилась Никольская улица, названная в честь святителя Николая. В 1927 году улицу переименовали и торжественно назвали Седьмой завокзальной. Всего завокзальных улиц в нашем городе 11. Каждая из них когда-то носила свое личное наименование. До эволюции это были Владимирская, Сергиевская, Михайловская, Петропавловская, Пушкинская улицы. Сейчас все они стали завокзальными. Случился даже курьез. В 1974 году шестую завокзальную улицу переименовали в честь секретаря обкома ВКПБ Носова. Но нумерация все равно осталась. Так у нас и есть 11 завокзальных улиц. Ещё в 1880-е годы здесь, в 1880-е годы, на этом месте рос вековой сосновый лес. Соответственно, и местность получила название Соснево. К началу 20 века фабриканты свели весь лес на дрова, а на этом месте появился посёлок, в котором была Никольская улица. В советские годы её переименовали. Соснево сначала назвали четвёртой линией, а с 1950-го года четвёртой Сосневской. Всего в Соснево 12 сосневских улиц. Мало того, есть ещё 15 проездов и 8 меланжевых улиц. К началу 20 века обширная пустошь Ушакова принадлежала графам Шереметьевым, поэтому именовалась Графской землёй. На ней возникли два посёлка – Старый Ушаково и Новый Ушаково. В Новом Ушакове в 1915 году появилась Никольская улица. В годы советской власти в 1927 году её переименовали и назвали «Ударной». В самом деле, ведь святитель Николай новой власти больше не требовался, зато и требовался ударный труд. Как минимум с 1840 года, то есть ещё до момента, когда окончательно сложилась сама Вознесенская слобода, здесь существовала Никольская улица. Это одна из самых старых Никольских улиц Иваново-Вознесенска. В 1872 году её переименовали во Всесвятскую по названию предела в Краме Вознесения Господня. В советские годы её назвали улицей Ирмака. Почему же депутаты Иваново-Вознесенской думы в 1872 году решили переименовать эту улицу во Всесвятскую? Давайте разбираться. Дом-корабль советской постройки — это условная точка, которая показывает, на какие части делился нынешний проспект Ленина до эволюции. От Уводи и до дома корабля шла улица Александровская. А вот от места, где стоит ныне дом-корабль, и до нынешней улицы Фрунса была улица Семёновская. И вдруг в 1872 году Семёновскую улицу называют Никольской. Почему так? По имени больницы мастеровых и рабочих в честь святителя и чудотворца Николая, которая была на этой улице обустроена. К 1844 году на левом берегу реки Уводи сложилась Вознесенская слобода. В 1853 году ставшая Вознесенским посадом. В 1871 году вместе с селом Иваново она образовала город Иваново-Вознесенск. 13 июня 1848 года здесь был заложен величественный храм в честь Вознесения Господня с пределами в честь Саитения Господня и всех святых. Храм был освящен 13 ноября 1851 года. Фёдор Петрович Зубков в 1857 году пристроил к этому храму шатровую колокольню. В 70-е годы XIX века колокольню перестроили, к ней сделали пристройки, и в них была обустроена богодельня для поистоилых и тяжело больных рабочих. В 1900 году храм существенно расширили, в 1912 году в северо-восточной башне Ограды была устроена Иверская часовня, а в 1929 году храм был закрыт, в 1930-м его полностью снесли, и на его месте построили фабрику, кухню Норпит, которая сейчас стала магазином Эдмаркет Зая, находящимся за моей спиной. Девять лет спустя, после того, как был освящен Вознесенский храм, по проекту Константина Андреевича Тонны было построено еще одно здание. Этот особняк расположен на современной улице Рапфаковская, практически напротив храма Всерскорбящих Радость. Раньше Рапфаковская называлась Дмитриевской улицей и была центральной магистралью Дмитриевской слободы. Особняк построили известные ситцевые фабриканты Зубковы, Петр Афанасьевич Зубков, его сын Федор Петрович Зубков и их родственники. 2 июля 1863 года здесь, в особняке, Зубковы торжественно принимали наследника престола, сына Александра II, цесаревича Николая Александровича. Нужно сказать, что этот цесаревич умер затем, спустя два года, от туберкулезного менингита, поэтому он известен очень мало, и вместо него взошел на престол император Александр III. Так вот, когда Зубковы 2 июля 1863 года принимали здесь цесаревича, они дали ему торжественное обещание построить в Вознесенском посаде больницу для мастеровых и рабочих и назвать ее через святителя и чудотворца Николая. Это обещание они исполнили. Идея построить в Вознесенском посаде больницу принадлежала Якову Петровичу Гаилину. Еще в 1857 году Владимирский губернатор утвердил специальные правила для такой больницы. И вот теперь, после торжественного обещания данного наследнику престола, ивановские фабриканты во главе с Зубковыми стали строить больницу для мастеровых и рабочих. Купили здание старой фабрики. Федор Петрович Зубков купил еще дополнительную землю, и на этой земле его сын Николай Федорович Зубков построил Никольскую богодельню с храмом в честь святителя Николая и колокольню. А неподалеку появился Александровский детский поют. На протяжении многих десятилетий впоследствии здесь была больница, а сейчас на месте Никольской богодельни, храма в честь святителя Николая и колокольни построен новый торговый центр Никольский. Именно по больнице с храмом в честь святителя Николая весь этот участок нынешнего проспекта Ленина, тогда улица Семеновская, и назывался после 1872 года Никольской улицей. Мы показали вам семь улиц, которые до эволюции назывались Никольскими. Сегодня ни одна из них не носит имя святителя чудотворца Николая. Только в коттеджном поселке в Афанасово появились сейчас сразу две Никольские улицы. Но это не Иваново, это не наш областной центр. Увидит ли когда-нибудь наш город улицу в честь великого христианского святого, святителя и чудотворца Николая? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok